здравствуйте дорогие наши ученики дорогие наши слушатели дорогие наши зрители сегодня буду говорить о деньгах буду говорить очень много о том как накопить и инвестировать деньги почему почему это надо делать вообще что такое деньги почему это необходимо делать на современном мире который мы с вами живем я думаю что деньги на самый главный в нашей жизни но они становятся самым главным когда их часто не хватает нашей жизни а если у вас часто не хватает соответственно вам придется думать о деньгах как бы вы не хотели как бы вам это не нравилось хотя большинство люди они читают что якобы главный быть хорошим человеком якобы думать о деньгах это не обязательно а я считаю что жизнь заставит вас думать о деньгах если вы это не осознаете я часто людям задаю вопрос что такое деньги и очень много раз люди рассказывают мне на наших тренингах когда мы говорим что такое деньги огромное количество люди говорят деньги это свобода это здоровье это выбор это уровень жизни это скажем красота это средства для достижения цели деньги это способ лучше жить и кто-то говорит о бумагах кто-то говорит о грязь для рук и так далее кто-то говорит о просто эквивалент измерения какой-то труда или способности и так далее так далее но за годы свою работу я очень очень хорошо понял что очень хорошо понял что деньги это хороший работник это идеальный работник понимаете в годе свою работу я очень хорошо понял что деньги это идеальный работник то есть почему это идеальный работник я сейчас вот вот так отключаю комментарии буду продолжать деньги это идеальный работник почему потому что деньги могут 24 часа работать без прерыва а человек не могут деньги могут сели неделю по 24 часа работать сели месяц по 24 часа работы сели год работать по 24 часа без прерыва а человек не могут человек болеет деньги не болеет человек просит повышение зарплаты деньги не просит человек опаздывает на работу деньги не опаздывают человек для по настроению если у него настроение хорош делят есть настроение хорошее хорошее давай завтра сегодня не успели сегодня устал сегодня такое человек для по настроению а в деньгах такое не бывает поэтому деньги это идеальный работник Они не болеют, зарплата не просят, они не опаздывают, они всегда работают. Поэтому деньги это идеальный работник. Вот, кто понимает такое мышление, я начал заметить, что большинство успешные богатые люди, которые стали богатыми, только потому, что они смогли заставить деньги работать на себя. А кто-то смог даже чужие деньги заставить работать на себя. Те, которые миллиардеры, которые видите, миллионеры, которые видите, и все эти банкиры, которые видите, они только стали богатыми по той причине, что смогли банковские деньги, деньги инвесторов, деньги других, создавали фонды, либо создавали так, привлекали инвестиции и так далее, заставили деньги работать на себя. Дело в том, что бедные люди продают деньги, богатые покупают деньги. Как это так? Бедные люди отвезут деньги в банк, дают им в банк, потому что они не доверяют себя даже. Они деньги держат дома, они их потратят. Они уверены, что если деньги держат дома, я их потрачу. Странное мышление. Странное мышление в том, что люди доверяют банку, чем самого себе больше. И они отвезут свои деньги от банка, на место того, чтобы их инвестировать. И соответственно, что происходит? Богатые люди идут в банк и берут кредиты, и приумножают их. Потому что они знают, что делать с этими деньгами. Деньги – идеальный работник. Вот это мышление, очень самое важное мышление для тех людей, которые хотят богатства. Для тех людей, которые хотят добиться успеха. Если вы действительно в деньгах приняли решение стать богатым, в деньгах, вам надо знать о деньгах. Без знания о деньгах не обойти. Например, в современном мире я не могу представить жизнь человека без знания о деньгах. Я сейчас объясню, почему я так думаю. Например, невозможно сейчас представить будущее своих детей, если они не умеют писать, читать. Невозможно. Думаю, что в ближайшее время даже невозможно будет представить будущее человека, который не умеет использовать телефон или компьютер. Не только писать, читать, даже технологию. Если он не умеет использовать технологию, это нереально жить в современном мире, в будущем. А точно так же, как мы не можем представить будущее человека, который не умеет писать, читать и живет в этом обществе, я не могу представить будущее человека, у которого нет знания о деньгах. Если у человека нет знания о деньгах, он не может сохранить, не может приумножить, не может управлять, не может инвестировать, тогда у него будет море проблемы. Его жизнь проходит просто в долгах и трудности. Его жизнь будет просто пройти боли, потери, сожаления и так далее, и так далее. Это же боль, это же проблема. Поэтому сохранить деньги, это богатство. Зарабатывать деньги, это талант. А сохранить деньги, это богатство. Управлять деньгами, это селя искусства. Я повторяю, зарабатывать деньги, это талант. Если хотите зарабатывать, вы можете просто развивать свой талант и будете зарабатывать очень хорошо. Хороший менеджер больше зарабатывает, хороший маркетолог больше зарабатывает, хороший продавец больше зарабатывает. даже хороший водитель больше зарабатывает в любом профессии если вы талантлив в этом вы зарабатываете больше по сравнению другие люди которые в этой профессии потому зарабатывать это талант можно зарабатывать но сохранять деньги это богатство это что означает это означает что если ты хочешь в деньгах стать успешным научись сохранить деньги не будешь сохранить день не научишься хранить деньги в деньгах богате не значит никогда например два примера простой арман улан два примера арман зарабатывать скажем 1000 долларов в месяц улан зарабатывать 500 долларов в месяц а кто из них станет богатый в деньгах на первый взгляд и выглядит что арман должен стать богатый потому что он зарабатывает два раза больше потому что он зарабатывает тысячи долларов а улан зарабатывать 500 долларов а в реальности разбогате не тот кто больше зарабатывать в реальность разбогатеть тот кто больше сохраняет богатство не то что вы зарабатываете богатство то что конце остается у вас если вы смогли прошлогодние даже свои деньги которые у вас были какой-то и не сумма капитал сохранить через год это уже хорошо год спустя если вы смогли то сумма наличности который у вас будет сохранить это уже здорово поэтому богатство это что это это сохранить деньги то богатство это уметь сохранить деньги богатство начинается сохранение деньги я повторял богатство перед нами открывает дверь не тот день когда мы начнем зарабатывать богатство перед нами открывать дверь тот день когда начнем сохранить именно тот день когда начнем сохранить перед нами открывается новый мир новые возможности управлять деньгами это Это селье искусства. Вы внимание обратите. Я заново повторю. Зарабатывать деньги – это талант. Сохранять деньги – это богатство. Управлять деньгами – это искусство. Это селье искусства. Почему-то не могу понять, в нашем обществе думают, что искусство – это хорошо танцевать, хорошо рисовать, хорошо петь и так далее. Это все искусство. Да, никто не спорит. Это здорово, это искусство. Но дело в том, что если я сегодня неправильно танцевал, я могу завтра заново танцевать. Ну ладно, послезавтра еще танцую. Я буду тренироваться и лучше буду танцевать, но от этого я в долгах не попаду точно. Но если я пару раз неправильные решения принимаю касательно денег, это меня загонят в море проблем и море долгов, которые несколько лет жизни забирают. Наверное, вы знаете людей, которые пытались открывать бизнес, попытались работать и так далее, и у них это не пошло или что-то не будет по разным причинам. Кто-то кредиты брал, кто-то долги залезли, а потом несколько лет их жизни ушло на того, чтобы эту проблему просто устранить. Видите, управлять деньгами это селье искусство. Даже если вы накопите, сохраните деньги, даже если пара ошибка, если допускайте, это очень дорого обойдется, могут бросать назад. Поэтому управлять деньгами это искусство. А в этом искусстве вы должны быть мастером. Это реально надо быть мастером. Вот. Что я тебе хочу сказать? Первым делом, что касается денег, начните от сохранения денег. Первым делом управление денег начнется с управления расходами. Пожалуйста, внимание. Повторяю. Сначала давайте Арман Улана закрепляем, потом продаем дальше. Арман зарабатывает 1000 долларов, Улан 500 долларов. А кто из них разбогатит? Тот, кто больше сохраняет. Может быть, Арман зарабатывает 1000, но он тратит 1100 долларов. А может быть, Улан зарабатывает 500, но по крайней мере 100 долларов сохраняет. Или 200 долларов. Поэтому человек, который контролирует свои расходы, он победит. Шаг первый. Управление денег начнется с управления расходами. Значит, шаг первый. Что нужно делать? Создайте, пожалуйста, бюджет расходов. Начните с создания бюджета расходов. Фиксируйте свои бюджета расходов, в которых могли бы средне жить, не богато, не бедно. Научитесь жить по своим средствам. Не живите в долгах, не живите за счет кредитов. Надо научиться жить по своим средствам. Это первый шаг к успеху. Чтобы жизнь не превращалась в борьба со своими обязательствами. Стоит, чтобы человек начал жить в долгах, кредитах и так далее, его жизнь превращается в борьба за свои обязательства. Потому что эти долги, эти обязательства создают масса, которая начнет давить. Они реально начнет давить на тебя. Они начнут массово давить на тебя. И это очень тяжело потом. Тяжело принимать правильные решения. Тяжело сосредоточиться. Потому что это все тебе... Одна проблема, остается два проблемы просто. Раньше только деньги не хватало. Теперь уже параллельно надо, чтобы и то, и то надо делать. И два проблемы теперь. Одна проблема, остается два проблемы. вот поэтому очень большой роль играет чтобы человек четко понимал что управление денег начнется с управления расходами первым делом надо формировать бюджет расходов фиксировать это расход который средно можно жить не богато не бедно живите средно не обязательно шиковать не обязательно в нужде жить болезненная экономия не поможет вам разбогатеть часть люди очень слишком болезненной экономии занимается не делайте этого жизнь любит когда вы чрезмерно себя ограничиваете жизнь любит когда чрезмерно человек себя все читать что это дорого это дорого это дорого нет и заслуживаешь если вы читаете что это дорого то дорого все дорого для вас и тогда и навсегда все дорого будут для вас потому что вы так думаете у вас убеждение такие установки такие Когда человек убедил себя, что это все для него дорого, и у него потом шанса не будет купить такие вещи, возможности не будет. Потому что жизнь дает то, во что мы верим. Мы получаем от жизни не то, что хотим, мы получаем то, во что верим. Итоги, в конце концов, я заново повторю, мы получаем не то, что хотим, в итоге мы получаем то, во что воистину мы верим. Если человек убедил себя, что это дорого, для него будет всегда дорого. Поэтому живите в начале пути по своим средствам и формируйте бюджет расходов, в котором можно средно жить. Не богато, не бедно, средно можно жить, не нуждаться и не слишком щековат. Почему надо формировать бюджет расходов? Потому что если вы не формируете бюджет расходов, что произойдет? Если вы не формируете бюджет расходов, у вас будет самая большая ошибка, какой? Параллельно ваш доход, расходы будут расти. Вы будете зарабатывать тысячи долларов, расходы станут тысячи. Вы будете зарабатывать полтора тысячи, расходы станут полтора. Вы будете зарабатывать три тысячи, расходы станут три тысячи. То есть пропорционально, параллельно ваш доход, расходы будут расти. однажды вы видит что вы зарабатываете две тысячи долларов и расходе 2 тысяч даже больше а чтобы вот параллельно доход расходы не выросли что нужно делать нужно формировать бюджет расходов фиксировать их держаться на одном уровне когда вы фиксируете их держите на одном уровне они не растут тогда у вас есть шанс повелять то есть получается что если выфить например скажем что если вы фиксировали расход на 500 долларов чтобы средно можно было жить не богато не бедно и так далее средно можно было жить продукты питания того-того-того внимание а сверх того все то что будете зарабатывать потихонечку вы направлять будет в капитал то есть сама идея бюджетирования думаю что вам мог объяснить фиксируйте бюджет расходов шаг первый всегда делайте этого шаг второй шаг 2 вам нужна система которая управлять деньгами они вы почему вы эмоциональны вы сегодня думаете так завтра так послезавтра так я заметил что люди некоторые копит 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 и махом все тратит они которые люди вообще не накопит вообще люди делятся на четыре категория первые категории люди они никогда не сохранять деньги они читают что это невозможно это бесполезно все равно умрет что 50 и они никогда не сохранять деньги второй категория хотят сохранить деньги но у них не получается потому что расходы большие у них семья расходы тогда 3 категора копит копит махом все тратит 4 сохраняет и приумножает вам нам нужно с вами прийти всем к 4 категории независимо от профессия независимо сколько вам лет независимо понимаете это очень важно не надо думать что время ушло или время не пришло я пока молодой или я уже стар нет нельзя так думать всему свое время начните немедленно это делать один день раньше один быстрее вы станете финансово свободным человеком второй в шаг который я без могу предложить вам займитесь так чтобы деньги управляла система не вы потому что человек эмоциональное существо сегодня сегодня ему настроение хорошо он хочет развлекаться завтра ему грустно депрессия он опять хочет там что-то придумать себе чтобы расслабиться когда деньги у вас под рукой вы их потратите сделайте так чтобы не вы управляли деньгами а система управляла дело в том что я заметил я рекомендую вам найдите изучайте модель счета по управлению смене бюджет который разработал чтобы этот модель счета вас научил 6 часов время займёт поэтому найдите тренинг как за 18 месяцев добиться финансовой стабильности или найдите моя 2 моя книга книга я и деньги я деньги 2 я деньги 1 я деньги 2 а в россии это выпускается эта книга под названием стать богатым может каждый это первый час 2 часто еще в россии нету где заказывайте нашем сайте я и деньги 2 изучать эту модель счета управления смене бюджет я понял за годы свою работу раз людьми что деньги должны управлять система не человек управлять потому что мы управляем не системно а когда вы создадите систему управлять деньгами ваш мозг освобождается и не будет думать о расходах обычно человек больше всего думать о расходах ваш мозг занята постоянно думать о расходах туда нужны расходы это на ремонт на зарплату на того 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 на лечение того научи обучение детей ваш мозг постоянно думать о расходах чем больше ваш мозг думать о расходах ваши фокусы внимание идет на расходах а расходы будет больше а вы будете питаться экономит а чем больше будете питаться экономит в реальной стороны еще больше расходовать будет например вы питаетесь экономит этот месяц видеть что сосед затопили вас или кто-то штрафовал вас или где-то еще что-то произошло чем больше вы питаетесь экономит и тем больше у вас будут непредвиденные расходы потому что понятие экономии наше подсознание не воспринимает странно но это так поэтому не надо заниматься экономии я не обучаю экономии не занимайтесь экономии болезни не экономит Тем более не занимайтесь, иначе никогда не разбогатеете. Займитесь управлением, но не экономией. Где надо, надо расходовать. Где надо, надо вкладывать. Просто, а что такое экономия? Экономия это не то, что ограничить себя, или там, не знаю, меньше потратить и так далее, или больше. Нет, с подсловием экономия надо понимать так. Не надо делать то, что не надо. Надо покупать то, что действительно надо. Например, если вы видите, что у вас машина сломалась, вам нужно запчаст, на 500 долларов, а где-то видите китайский запчаст за 300 долларов. Но вы понимаете, что за 500 лучше, и она дольше служит, и правильно будет, брат, 500. Берите 500, вот это занимание экономии. А если вы не понимаете, возьмете за 300 долларов, эта запчаст, которую брали на 300, через полгода испортит остальные несколько запчастей, которые вам придется на 3000 или на 4000 ремонт делать. Видите? Итоги получаются на выходе вам дороже, 3 раза, 4 раза. Это есть мышление бедного человека. За годы своей работы, очередной раз я убедился, что экономия, это не то, что ограничить, или уменьшить, или так, отказать, нет. Экономия это точное понимание, что тебе надо. Делай то, что надо. А не то, что там тебе кажется, что так надо. Делай, как надо. Делай, так надо. А не так, как получается. И тогда все будет на свои места. Это одна из самых важных вещей. Найдите эту книгу. Я и деньги один, я и деньги два. Изучайте модель счета управления, смене бюджета. Это вам очень сильно поможет. Очень сильно поможет вам. Потому что у вас появляется система управления денег. А эта система, у него много преимуществ в этой системе. Что дает вам эта система? Она позволяет вам, чтобы вы... Внимание обратите. Она позволяет вам, чтобы вы в дальнейшем стабильно начинали накопить капитал. Она позволяет вам не попасть в долгах. Если вы в долгах, она вытащит вас из долговой ямы. Она формирует вас в мышлении предпринимателя. То есть до того, когда у вас деньги появятся, у вас появится навык, как управлять деньгами. Если у вас деньги есть, но у вас нет навыка управления денег, это проблема. Это большая проблема. Поэтому вот сама система позволит вам, поможет вам. До того, я повторю еще раз. До того, когда у вас появятся деньги, система научит вас много чему, чтобы вы самостоятельно могли управлять деньгами. Это здорово. Самое главное. Эта система приводит к тому, что вы потихонечку, у вас появится стартовый капитал. Часто бывает, что у вас какая-то идея есть или какие-то возможности, но стартового капитала нет. А если вы по этой системе будете жить, появится стартовый капитал. Начните по этой системе жить. Мой совет к вам такой. Это похоже как дорожное правило. Я веду машину. Когда я седу за рулем, я вожу машину. А меня что ведет? Меня ведут правила. Я подчиняюсь правилам. Правило говорит, на право поворачивать нельзя. Значит, мне надо подчиняться правилам. Если я хочу жить. То же самое, это система. Надо вот возьмите, изучайте эту систему, подчиняйтесь эту систему. Я гарантия дам, что у вас будет результат. Потому что за годы свою работу у нас огромное количество результатов. Огромное количество. Сотни, тысячи людей добились успеха. Иначе мы... 14 лет существует наша школа. Иначе мы не могли бы существовать за эти годы. Миллион двести тысяч человек откуда? То есть, такое огромное количество людей. Как посвящали наши семинары, тренинги? Потому что они попробовали, видели результат. И возможно, кто-то из вас побывал на моих тренингах. Или почитали эти книги. И попробовал. Вы видите, что это дает результат. Или ваши знакомые, или друзья, или кто-то. Попробовали это. И видят. Попробуйте. И вы тоже получите хороший результат. Значит, второй шаг, что я сказал. Найдите, изучайте модель счета управления семейным бюджетом. Она вам гарантированно даст результат, ребята. Это однозначно. Потому что, если это помогло сотни тысяч людям, и вам поможет. Вам тоже поможет. Надо вам попробовать это делать. Третья вещь, которую рекомендую вам. Третья вещь, которая необходима, чтобы вы усваивали. Как начинается у вас появляться какой-то небольшой капитал. Как появится у вас небольшой капитал. Начните его инвестировать. Но запомните. Маленькая сумма, маленькие деньги. Надо инвестировать в первую очередь в образование. Я повторяю. маленькие деньги первую очередь инвестируйте свое образование маленькими деньгами большие бизнес не делаешь как у вас как вас накапливается эта сумма небольшая сумма сразу начните инвестировать свое финансовый интеллект свое образование почему я повторяю маленькие деньги с ними большой бизнес не делаешь вы куда-то пока не расходовали вложить их свой ум ребята ваше конкурентное преимущество самые лучшие конкурентные преимущества это ваши способности ваши сами большой капитал это ваши ум ваше основное богатство это ваше умение что вы умеете делать все то что от вас могут забрать все от вас то что могут отнять это не является богатство все то что от вас кто-то могут забрать или государство могут забрать или смерть могут забрать что-то то что могут от вас отнять она не является богатством богатство это то что от вас даже смерть не способен забрать никто не способен забрать поэтому первым делом вложить свои мозги свое образование максимум вложить в это первые свои инвестиции делите в свои образования это очень очень важный момент четвертый вещь после того когда вы вкладывать свое образование своем деле своем деле именно своем деле станьте профессионалом создайте себя запомните правила по которой можно добиться успеха это ступеньки надо четко понимать первый шаг это создать себя второй шаг создать свой рынок третий шаг это расширять свой рынок то есть когда вы инвестирует свой мозг инвестирует свои способности создайте себя станьте профессионалом в чем-то станьте мастером в чем-то я не видел профессиональный футболиста который бедный я не видел профессиональный музыканта который бедный я не видит профессионального понимаете менеджера который бедный профессиональный продавца который бедный профессионального там не знаю любой профессии возьмите инженера архит на скажем архитектура или там любовь ну не знаю архитектора или там кого кого еще до любой сфере стан максимум профессионалом создай себя создай себя главный принцип создай себя это очень очень важный принцип вот заработал вложить себя заработал вложить себя заработал вложить себя я стал кто я есть 2000 то стоит 2000 говорю 26 годах я заработал все то что заработали деньги вложить свои мозги понимаете те годах те годах двадцать шести годах квартиры таджикистане стали 500 долларов 600 долларов 700 долларов 450 долларов можно было купить двухкомнатной квартиры я ходил на тренингах платил по 500 долларов доллар быть 625 рублей я никогда это не забуду 625 рублей 100 долларов один день тренинг стоило 3000 рублей 5000 рублей один день тренинг 3000 рублей это почти около 500 долларов 5000 рублей это это 700 800 доллар почти вы понимаете о чем я я вспомню никогда не забуду тренинг были 8000 рублей это 1200 долларов почти один день тренинг я ходил на эти тренинга самое интересное было в чем сами интересны было в том что я заработал ходил туда иногда долги попросили занимал добавлял и ходили на тренинга сами интересное было в том что я на русском не все понимал я 90 процент не понимал там что они говорят я ходил иногда в туалете плакал я действительно ходил туалет и плакал иногда руки помываю потому что идет тренинги я не понимаю что говорят я вкладываю деньги которые стоят одну квартира понимать я никогда не забуду эти дни но я понимал одну вещь я на правильной дороге если вы выбрали правильной дороге когда-нибудь дойдете когда-нибудь сегодня нет завтра может быть завтра не послезавтра то может быть не в этом году понимать может в этом не в этом году а может быть следующее а может быть ближайшие три года не будет этого но когда-нибудь однажды вы проспаетесь и вы видеть что вы приближаетесь к вашей цели поэтому если человек правильно выбрал дорогу да он когда нибудь дойдет рано или поздно дойдет когда-нибудь дойдет поэтому первые инвестиции это четвертый ваша вы должны вкладывать свое образование очень важно обязательном порядке станьте создайте себя станьте мастером в чем-то а когда вы это научились когда вы создали себя в чем-то вы стали профессионал следующая инвестиция вкладывайте в создание свой рынок что вы научились делать чтобы профессионал вкладывать свой маркетинг вкладывайте создать свой рынок создайте неважно чем вы не занимайтесь создать рынок вкладывайте создайте рынок это очень важно вкладывайте создать рынок вы зарабатываете уже как профессионалом стали у вас доход растет доход вырос создать рынок а вы когда создадите рынок потребность создайте потребность а где потребность там и деньги где больше больше потребность больше деньги больше потребность больше деньги создайте это так дела стив job так делать илон макс так делать все они если вы посмотрите любой любой богатого человека они создали себя они стали личностью они стали известную они стали мастером а потом смогли создать себя рынок вы должны уметь себя продавать вы должны умеет продавать ваши супер продукт у меня к вам вопрос что больше продается в мире раскрученный продукт или хороший продукт хороший продукт больше продается или раскрученный продукт да конечно раскрученный продукт продается вы видите скажите пожалуйста сигарет разве полезны водка разве полезный должен продается это не сказать что он полезный кока-кола разве супер полезный продукт что ли да нет макдональд супер супер полезный продукт что ли это гамбургер и так да конечно нет продается раскрученный продукт научитесь создавать свой рынок если вы хороший человек если вы действительно вы хороший продукт делать если вы хороший услуг делаете научитесь раскрутить создать свой рынок мне пришлось самому создать рынок на свои тренинга на своей парфюмерии на своей книге мне пришлось самому создали ник научитесь донести до людей ваши ценности научитесь гордо говорит о своем услуге если ваши услуг если ваша продукта полезно и и он нужен людям да прекратите свой скром скромности кому нужна это ваша скромность забудьте про это забудьте что я имею ввиду я имею ввиду что этот ваш продукт он нужный если ваш продукт полезны вы обязаны сделать его публичным вы обязаны это донести до массового народа иначе откуда они узнают что она у вас есть они откуда поймут что она это продукт у вас есть вы знаете у нас есть такой плохой менталитет знаете какой плохой менталитет у нас не думаем что если если кому-то надо сам просит понимаете мы думаем что если кому-то надо сам просит до чего вы взялись то виду что если кому-то нужен он сам просит да нет забудьте об этом а представьте что вы изобрели или разработали лекарства для например скажем на лекарства для как называется это для сахарной диабета ну например представьте представьте что вы разработали какое-то лекарство для сахарной диабета или какой-то нибудь недуга а вы никому об этом не говорите да откуда тогда люди узнают откуда люди могут захотеть если они это не видели понимаете это очень очень важно так что создать себя первый если шаг для твоего когда ты инвестируешь свои мозги создай себя 2 создать свой рынок как научиться создать свой рынок третья вещь масштабируй свой рынок максимально расширять свой рынок максимально сколько может столько деле так для сникерс понял что его продукт людям нужен максимум расширять так для отжилет так делать все они алгоритм такова значит четвертый шаг я вам сказал что заработанные деньги инвестировать свое образование инвестировать свое образование вы должны это три вещи делать создать себя создать свой рынок расширять свой рынок и 5 вещь если вы уже немножко деньги появились так далее вы уже видите и так далее вот уже чтоб приближайтесь к вели по крайней мере создали себя и так далее иногда многие люди меня спрашивают с чего мне начать небольшой капиталь есть чего мне начать стан профессионалом в чем-то а потом в этом сфере вложить деньги в этом сфере где ты время вложил в этой сфере где ты понимаешь желательно начнитесь услуга начните продавать услугу начните торговле заниматься есть либо услуга либо торговля сразу не берите за большие бизнесы если вы только-только начинающий человек почему потому что большие бизнесы большие деньги расходы большие вложения большие начните этого понимать либо что сказал либо торговля его услуга это обойдется вам недорого вы быстрее сами это короткие деньги вы должны первые после того когда свое образование вложили несколько раз дальнейшем вложите только либо в начале услуга если можете либо торговле небольшими деньгами это краткосрочные деньги краткосрочные деньги это какие деньги это те деньги которые часто возвращаются к вам или либо просто займись инвестированием небольшими деньгами лучше покупать два-три-пять разные компании по чуть-чуть по чуть-чуть акции облигации либо так делай вот так либо так делай успешный компании который уже все работает который уже показатели хорош который развивается который уже команда сильно который доказал себя и в мире в рынке покупай по чуть-чуть по чуть-чуть доля у него цены бумага акции покупай по чуть-чуть небольшие деньги так надо приумножать они будут расти вот работайте так и однозначно займитесь инвестированием однозначно потому что старость все равно наступает ребята когда-нибудь старость придет и ваши способности зарабатывать будут меньше первое почему надо учиться деньгах и не заниматься инвестируем второе жизнь подорожает с каждым годом жизнь дорожает и дорожает и дороже 100 долларов сегодня это не тоже сами 100 долларов 2000 году 100 долларов сегодня это не то же самое то что было 2010 году вы не можете за 1000 рублей которые сегодня у вас в руках или там не знаю 1000 тенге и покупать то что купили 2010 год это второй важный причина почему надо учиться деньгах третья причина почему необходимо учиться деньгах научиться и сохранить и управлять инвестировать это человек зарабатывать 8 часов а расходы 24 часа я повторяю человек зарабатывает 8 часов а расходы 24 часа эта проблема если вы зарабатываете 8 рублей если вы зарабатываете 8 рублей но тратите 24 рублей вы банкрот вы действительно банкрот поэтому нужно найти способ нужно найти обязательным способ обязательный способ чтобы иметь 24 часа дохода найдите любим способом чтобы 24 часа вы получили доход а это 24 часа доход бывает только пассивный доход активный доход всегда ограничено активный доход это трудовой доход запомнить это трудовой доход ограниченный доход а пассивный доход растущий доход повторяю трудовой доход ограниченный доход пассивный доход растущий доход постарайтесь постарайтесь постоянно обновлять свои знания деньгах это даст вам большой результат желаю вам успехов я надеюсь что это 40 минут или 50 минут который был с вами был хоть немножко под полезен для вас до новых встреч и желаем вам успехов удачи вам создайте себя создать свой рынок расширять свой рынок до новой встречи